Воспоминания о Бессарабии Глава первая Когда приостановишься на пути и оглянешься назад, сколько там было света и жизни в погасающем сумрачном отдалении, сколько потеряно там надежд, сколько погребено чувств. Теперь и тогда, здесь и там. Сколько времени и пространства между этими словами. И все это населено уже бесплотными образами, безмолвными призраками. Когда пронеслась печальная весть о смерти Пушкина, Вся прошедшая жизнь его воскресла в памяти знавших его. И первая грусть была о Пушкине человеке. Все перенеслось мыслью в прошедшее, В котором видела и знала его, Чтоб потом спросить себя, где же он. Я узнал его в Бессарабии, И очерк этой страны будет рамой, В которую я вставлю воспоминания о Пушкине. В 1818 году я отправился из Тульчина, Главной квартиры второй армии, в Бессарабию. Тульчин — небольшой городок в Подольской губернии, Близ реки Бук. Во время службы Вельтмана в Бессарабии Там находилась главная квартира, штаб второй армии. Из Тульчина Вельтман выехал в 1818 году в Бессарабию На топографические съемки. После назначения старшим адъютантом И начальником исторического отделения Главной квартиры второй армии Он значительную часть времени находился в Тульчине. Меня провожали в дорогу слухи О нестерпимых жарах, О степях, населенных змеями, скорпионами, И тарантулами, о чуме, о вечных лихорадках. Но я был тогда еще в первой паре юношества, С головой, которая не задумывалась, Чувствами неиспуганными, И все страшное возбуждало только мое любопытство. Проезд по Подольской губернии в марте месяце Был еще сносен. В ней нет ничего пустынного, Хотя я и не имел еще понятия о красоте ее во время лета И ее протяжных долинах, усеянных селами посреди садов, Огражденных тополями. Но проезжая по Херсонской губернии От Балты до Дубоссар, Я уже считал это пространство преддверием гетских пустынь. Местность между Балканами и Дунаем, Где жили племена гетов. По дороге нет ни одного селения. Станции уединенно стоят в поле, И это только хата без ограды, Даже без сарая и конюшни, Ибо почтовые лошади пасутся постоянно в табуне, Близ станции. Наконец я приехал в Дубоссары, Грустный городок, В котором не с большим одна церковь, И не с большим одна харчевня, Утоляющая голод проезжих, Чем Бог послал. Но передо мной уже была туманная полоса, За которую зеленелись берега Бессарабии. Я уже смотрел на гряды возвышений И на далекую долину, По которой извивался Днестр к морю. Проехав карантин и таможню, Я переправился через дневный Тирос, Днестр, Задумался И очутился подле Корчемки Молдаванской, Один как сирота. Почтарь Дубоссарский, Сложив мои вещи с брички на землю, Поскакал назад, Как от брошенного на жертву чуме, Знойному солнцу и будущности. Покуда с Криулянской почты Приехала за мной почтовая Коруца, тележка, Я просидел на заваленке хаты И просмотрел на физиономию Молдавана, Который мне повторял время от времени Акуш-акуш, Сейчас-сейчас. В самом деле, Вскоре я услыхал свист, Дребезг и хлопание бича. Приехала Коруца, Не больше детской колыбельки. Я уселся в нее. Суруджи, Ямщик, Верхом на одной из запряженных Веревочными шлейками Вдышла кляч, Закрутив долгохвостый бич, Хлопнул по воздуху Над двумя передними конями, Которыми он правил, И экипаж мой затрещал, Как пожарная трещотка. Новая страна, Новые чувства. Я углубился в горы и долы Бессарабии, Как в таинственной Дульчац Сладость. Все уже оделось зеленью, Дышало маем, И я живо чувствовал разницу Между правым и левым берегом Днестра. Кажется, что природные календари Их рознятся целым месяцем. В Бессарабии весна, А в Подольской губернии Едва только показались ее вестники. Я приехал в Кишинев В самое счастливейшее время его, Когда все готовилось С нетерпеливым ожиданием К приему императора Александра Блаженной памяти. Государь проезжал тогда Через Бессарабию На свидание с императором Австрийским На границах царств В городе Черновцах. Молдавские бояре Стекались отовсюду в Кишинев, И этот город кипел народом. Встречи императора я не мог видеть, Ибо был занят в это время У княза Меншикова, Который приехал перед государем. Меншиков Александр Сергеевич, В то время директор канцелярии Начальника главного штаба В чине генерал-майора И в звании генерал-адъютанта. Примечание Майкова Это было уже в сумерки, Но я слышал крики встречи, Которые приближались неумолкающим гулом От возвышения по дороге из Дубоссар К городу, Неслись городом И умолкали на время у собора, Чтобы снова сопровождать императора До дома-наместника, Который, возвышаясь на отдельном холме Над озером, превратился мгновенно В дворец освободителя Европы. На другой день император был В метрополии у обедни И потом на завтраке У седовласова экзарха Дмитрия. До дома-наместника В это время бессарабским наместником Был один из известнейших генералов Александровского времени Алексей Николаевич Бахметев, Состоявший также Подольским военным губернатором Он оставил управление бессарабией В июне 1820 года Примечание Майкова Был в метрополии Метрополией Назывался в Кишиневе Архиерейский дом, Ибо первым тамошним архиереем По присоединении бессарабии к России Был Гавриил Банулеско, Бывший митрополит киевский Он умер в марте 1821 года И его заменил его Викарий епископ Бендерский Дмитрий Сулима Примечание Майкова Со звоном колоколов Метрополии связана строка Пушкина «Дай Никитам не одеться, В метрополии звонят» Сохранилось описание Метрополии в дневниковой записи Лугинина 4 июня 1822 года Наконец собрался и я Сходить к обедни И был в здешней митрополии, Где бывает довольно много Видел там Пушкина Был также и полковник наш, Которого сегодня И я не узнал в мундире Хорошеньких довольно Служба совершенно наша Но церковь длиною больше Похожа на дом Ризы небогаты После обедни Говорил епископ Довольно плохую проповедь Раздевавшись от обедни Катаказе еду в дом Так начинается известное Сатирическое стихотворение Пушкина о Кишиневе В тот же день на балу Данным дворянством Бессарабским В огромной зале Нарочно устроенный В доме Тодора Крупенского Имеется в виду дом Вице-губернатора Кишинева Матвея Егорча Крупенского Из числа замечательных Зданий нового города Сообщает Горчаков Были в то время Митрополия И дома Вице-губернатора Крупенского И члена верховного правления Варфоломея В доме Крупенского Помещался сам хозяин Казенная палата И театр кочевых Немецких актеров Тодор Крупенский Брат вице-губернатора Входивший в круг Знакомых Вельтмана И Пушкина О нем упоминает Пушкин В стихах Раздевавшись от обедни И Тодорашко В вас влюблен В угождение Изящному вкусу Государя К колоннадам Явился вокруг Зала ряд Огромных колонн Порфирового цвета Обвитых Вязами разноцветных Огней С позаранку Зала наполнилось Уже Боярами Куконами И куконицами Баронями И барышнями Хотя Наместница Виктория Станиславовна Бахметьева Успела в короткое время Много внушить Образованного Вкуса В дам Кишиневских Они знали Что такое бал Куконицы Знали уже Необходимость Во французском Магазине Мод Умели уже Редиться По венским И парижским Образцам Умели Рисовать В кадрилях И мазурках Но к балу Где будет Присутствовать Император Съехалось Множество Бояр Со всех сторон Даже Из княжеств Молдавии И Валахии Которым Известны Были только Приличия Азиатские Наместница Виктория Степана Бахметьева Рожденная Графиня Потоцкая А по первому Мужу Графиня Шаузель Гуфье Примечание Майкова Преезжие Куконы Облекались Во всю Роскошь Европы И Востока И если б Наместница Как заботливая Хозяйка Приема Не обратила Заблаговременно Внимание На наряды Посетителей Государь Застал бы На балу Всех Дам Окутанных В драгоценные Турецкие Шали А бояр В качулах И в попушах Сверх Желтых И красных Мешти У молдаван Качула Смушковая Серая Шапка Вроде Опрокинутой Огромной Корчаги Не снималась Ни в церкви Ни даже Перед султаном Как челма Примечание Вельтмана Попуши Туфли Сверх Меджи Или Желтых Красных Софьяновых Носков Примечание Вельтмана Почти Перед самым Входом Государя Шали Были Сняты А Попуши Несколько Сот Голов Были Свалены В кучу За колоннами Когда Государь Вступил В залу Все Стеснилось В молчании Без шуму Почти Незаметно В круг Коего Первые Ряды Состояли Из женщин Женщин Окружали Стеной Бородатые Первостатейные Бояре А за ними Бояре Второго И Третьего Класса Бал был Открыт Генералом Милорадовичем Между тем Государь Говорил С Наместницей И потом Обошел С нею Преследуемый Рядами Польского Через все Комнаты Удостоил Внимание Других Почтеннейших Дам А потом Началась Французская Кадриль Первая В Кишиневе Выученная В доме На местнице В то время Пульхерия Варфоломей Была В цвете Лет Во всей Красе Девственной Которой Посвятил И Пушкин Несколько Восторженных Стихов Пульхерия Егоровна Варфоломей 1802 1868 Упоминается В стихотворении Вельтмана На Кишиневский Сад Написанном В 1818-19 Годах И получившем Широкую Известность Среди Кишиневской Молодежи И вот Пульхерия Красива Прекрасный Взор Прелестный Стан И так Умильно Молчаливо Венерин Словно Истукан В 30-е Годы В воспоминаниях О Бессарабии А в 40-е Рассказах Илья Ларин Два майора Вновь появится Образ Пульхерицы К Пульхерице Легконожке Обращался Пушкин В Кишиневских Стихах И в письмах Имя ее Значится В его Дон-Жуанском Списке Пульхерии Варфоломей Объявите За тайну Что я Влюблен В нее Без памяти Пишет он Из Одессы В Кишинев Вигелю В 1824 Году Навсегда Покинув Бессарабию Но Вести О Пульхерице Он будет Получать Из Кишиневой Позже Теперь Сцена Кишиневская Опустела Сообщит Ему В 1826 Году Ближайший Кишиневский Друг Алексеев Все Переменилось Здесь Со времени Нашей разлуки Сандулаки Вышла Замуж Соловкина Умерла Пульхерия Состарилась И в бедности Калипса В чахотке А Состарившаяся Пульхерия Не была В ту пору И 25 лет Но В описанной Вельтманом Сцене Бала С императором Александром Танцует Шестнадцатилетняя Пульхерица Такой же В цвете Лет Во всей Красе Девственности Ее узнал В 1820 Году И Пушкин Посвятив Ей Стихотворение Дева 1821 Год Я Говорил Тебе Страшись Девы Милой Я знал Она Сердца Влечет Невольной Силой Неосторожный Друг Я знал Нельзя При ней Иную Замечать Иных Искать Очей Надежду Потеряв Забыв Измены Сладость Пылает Близ Нее Задумчивая Младость Любимцы Счастья На Перстнике Судьбы Смиренно Ей Несут Влюбленные Мольбы Но Дева Гордая Их Чувства Ненавидит И Очи Опустив Не Внемлет И Не Видит Кстати Именно В этом Пушкинском Стихотворении Дается Ответ На Вопрос Который Так и Не Смог Разрешить Вельтман Считавший Равнодушие Пульхерицы Не 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 Ей Только Одной Из Девиц Кишинева Государь Сделал Честь Польским И Несколько Вопросов Любопытство Впоследствии Допытывалось От Простодушной Девушки Что С Ней Говорил Государь На Вопрос Часто Ли Она Посещает Балы Она Отвечала По-французски Нет Ваше Величество Потому Что Моя Тетка Элиза Чувствует Себя Не Совсем Хорошо Неподвижность Всех И Царствующая Тишина И Взоры Устремленные На Государя Должны Были Его Скоро Утомить Он Пробал Не Более Часа Времени И Уехал В В В В Вспоминание Посещения Императором Кишинева Наместница Подала Мысль Завести Публичный Городской Сад Сколько Я могу Припомнить Государь Сам Избрал Место Вправо От Метрополии На Третий День Государь Выехал Из Кишинева Но Жители Долго Еще Хвалились Что Император Назвал Бессарабию Золотым Краем Глава Вторая С 1818 По 1821 Год Ознаменованный Греческую Етерией Я Познакомился С Буджаком Или Бывшей Татарской Частью Бессарабию Тогда Еще Все Пространство Между Реками Прутом И Днестром И Верхним Трояновым Валом Была Малонаселенная Степь Изрезанная Протяжными Хребтами Которые Сглаживались К морю И Образовывали Часть Пустыни Носившей Некогда Название Солит Тидо Гаэтика И Те Седые Волны Ковыля Посреди Которых Индия Индивидна Крытый Арбачи Бана Уединенные Кишло Или Хутор Обставленный Пирамидами Кизяка Я Познакомился С Буджаком Буджак Буджакская Степь Южная Часть Бессараби Место Обитания Кочевых Народов Во времена Киевской Руси Печенегов Позднее Татар В 17-18 Веках Кочевья Белгородской Орды Буджакские Татары Ногайцы Кочевавшие В степях Буджака Это-то Ступы Островов Коралловых Бурьяна Но Часть Буджака Прилегающая К реке Пруту Гористия И населенная Далекий же холмистый Берег От местечка Формоз До Волудуй Исаки Покрыт Садами И представляет В миниатюре Италию Без ее истории И памятников Прошедшего Величия Здесь-то Над самым Селением Вадулуй Исаки Начинается Тот знаменитый Вал Который Прозван Трояновым Путем Но тут Имя Трояна Императора Кажется Не может Играть Никакой Роли Все Писавшие О Бессарабии Кантемир Бантышкаменский Свиньин Выдвигали Новые Или Оспаривали Старые Версии О знаменитом Трояновом Вале Вельтман Сделал Это В 1828 Году Опубликовав В Московском Телеграфе Номер 4 Статью О древних Укреплениях Под названием Троянова Вала Существующих В Бессарабии Вошедшую Затем В его Начертание Древней Истории Бессарабии Обращаясь К обманчивым Преданиям Он одновременно Обследовал Этот вал Как военный Топограф И пришел К неожиданному Выводу Что он Построен Не Трояном А может быть Судя по названию Вала Против него Народом Который Обитал Тогда В Бессарабии Об отношении Пушкина К Троянову Валу Свидетельствует Лепранди Я Я показал Пушкину Троянов Вал Рассказывает Он О совместной Поездке В Бендеры Керман И Измаил Когда мы Проезжали Через него Он Одинаково Со мной Не разделял Мнение Что это Был Памятник Владычества Римлян В этих Местах Но тут Имя Трояна Императора Кажется Не может Играть Никакой Роли Бессарабия Никогда Не принадлежала Римлянам Река Пруд Была Границей Дакии Валы Бессарабские Не могли Служить Защитую Ни со стороны Севера Ни со стороны Юга Ибо Они Тянутся Почти По прямой Линии Не разбирая Местоположение И командование Высот Но Во всяком Случае Болия Походят На ограду Севера И если Троян Построил Нижний вал Против Варваров Населявших Бессарабию Чтобы охранить От них Колонии По Дунаю И Черному Морю Для чего Построил бы Он верхний Вал И боковые Вдоль крутого Берега Прута И Днестра По всем Соображениям Эти валы Были Ничто иное Как Разграничение Земель По лактацию Из Бессарабии В 304 году Готы Изгнали Неизвестный Народ Который По дозволению Императора Галерия Населился В ее Пределах А по жизнеописателю Императора Проба Народ Переселившийся В это время В Афракию Был Бастарный По лактацию Луций Целей Фермиан Лактации Около 250-го Около 325-го Христианский Богослов Один из Отцов Церкви Автор Ряда Исторических Трудов Императора Галерия Гай Валерий Максимиан 240-й 310-й Римский Император Родом Издакии В 293-м году При разделе Империи Получил в управление Дунайские Области Императора Проба Марк Аврелий 232-282-й Римский Император Прославился Как полководец Бастарны Овидий Сосланный На Дунай Называют Среди Народов Обитавших В Причерноморье Геров Скифов Сарматов Езигов И Бастарнов Известно Что Орда Печенегов Татар Или Торков Населяла Издавна Бессарабию Неутвердительно Но я решаюсь Заключить Что Эти Сто тысяч Бастарнов Переселившиеся В Афракию Были Бастники Жители Бессарабии Все валы Называют Словом Троян Вал Разделяющий Добружскую Область Или Бывшую Малую Скифию От Мизии Также Называется Троян На Мезогодском Наречии По Ульфиилу Которого Язык Царствовал В этих Местах Слово Троян Значит Сжимать Стеснять Ограждать Троян С Викс Сжатая Огражденная Дорога Стезя Слово Которое Могло Значит И грань Границ Вот Кажется Откуда Произошло Название Вио Троян По Ульфиилу Также Троян Значит Бег Езда Сходно С греческой Кур И с русским Дорога Драга Тракт Переселился Со своими Приверженцами На Дунай Считается Изобретателем Готского Алфавита Троян Булгарский Совершенно Сходен С Буджакским Но Почти На всем Его Протяжении По берегу Черной Реки Карасу Видны Следы Четвероугольных Окопов Со стороны Булгарии В которых Вероятно Содержалась Пограничная Стража Этот Троянов Вал Ознаменован В 1828 Году Маневром На котором Батарея В 120 Орудий По слову Русского Царя Неслась В карьер В атаку По отлогому Скату Правого Берега Карасу По гребню Этого Трояна Император Проехал 17 верст Для осмотра Осажденной Крепости Кистенджи Некогда Знаменитого Истра Спускаясь От Рыни По дороге К Измаилу Проходящей Между Дунаем И озером Кагулом Напоминающим Победу Румянцева Над турками И отселение Сатунова К Дунаю По тропинке Между плавнями На пути Через Дунай Персов За 508 Лет До Рождества Христова И русских В 1828 Году Есть следы Подобного Жевала Который Как ограда Между Озерами Карталом И Кагульцем Преграждал Этот путь И может быть Служил Мостовым Укреплением Дарию При отступлении Его Из Измаил С 16 века Турецкая крепость На Дунае Считавшаяся Неприступной 11 22 декабря 1790 Взята Штурмом Русскими Войсками Под командованием Суворова Победу Румянцева Над турками Румянцев За Дунайский 1725 1796 Русский Полководец Генерал Фельдмаршал Во время Русской Турецкой Войны 1768 1774 Годов Одержал Ряд Бристательных Побед Летом 1770 Года Трижды В течение Месяца Разбил Превосходящие Силы Противника При Рябой Могиле Дарий Персидский Царь Из Династии Ахаменидов Проехав Измаил Неразлученный С именем Суворова Я скажу Несколько слов О крепости Килии Которую Некоторые Принимают За Киевец Построенный На Дунае Мнимым Кием Путешествовавшим В Царьград И полюбившим Это место Сказание 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 О существовании Киевца Или Малого Киева На Дунае Не может быть Ложно Но место Старой Килии За Дунаем Посреди Плавней Веря Сказанию О Кии Не могло Ему Понравиться И тем более Здесь Не мог быть Киевец Что слово Город Городок В смысле Древних Значит Укрепленная Отдельная Гора Или Холм Слово Гард Город Нераздельно С словом Гора Хори Как и Берг И Бург Хейм И Холм Холм В замену Килии Я полагаю Киук Или Киук Находившийся По дорожнику Антонову Ниже Гропини На правом Берегу Дуная Это Нынешний Гирсов Высокая Скала Над Дунаем Составляющая Ныне Северную Сторону Крепости Могла Быть Выбрана Для Основания Городка Здесь В скале Могли Быть Киева Или Пещеры Готские От Названия Которых По моему Мнению Получил Своё Название И Киев Если Мнимый Кий Любил Жить У Перевоза То Против Самого Гирсова Есть И Перевоз Через Дунай На Ладьях Дорога 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 К Керману Тянется По Бесплодной Земле Напитанной Солью Над Вершинами Озер Сасика Или Кундука Шаганы Или Муртос Карачус Алибей Улу И Бурнасола Населенных Весной Пеликанами А летом Покрытых Корой Соли За песчаной степью Открываются Перед вами Почерневшие От времени Башни Замка Аккерманского Его Окружают Не более Пятисот Домов А вправо Видны Известные Аккерманские Сады В мое Время Считалось Их Слишком Девятьсот Замок Аккерманский По преданию Построен Генуэзцами В двенадцатом Веке Тогда Они Обладали Торговлею Черного Моря На этом месте В древности Стоял Город Офиуса А во время Геродота Колония Тирос Колония Древних Греков В устье Днестра Древнегреческое Название Днестра За лиманами Виден Овидиополь Мнимое Место жительства Римского Певца Изгнанника Но что Странно В вершине Лимана При впадении Днестра Невдалеки От селения Паланка Где Так же Небольшой Четвероугольный Замок Есть Озерцо Которое Называется По словам Кантемира Лакул Овидюлуй Озеро Овидия Слово Паланка Значит Укрепленные Селения Примечание Вельтмана Во время Во время Моего Проезда Оно Почти Пересохло И мне Называли Его Дувыдулуй Сколько Помнится Им Говорят Будто Тут Очень Давно Уже Жил Какой То Пустынник Именем Которого Прозвали Озеро Близ Этого Места Есть Переправа Через Днестр Преселение Маяк На левом Берегу Реки Верстах В сорока От Овидиополя Посетив Впоследствии И Мангалию На берегу Черного Моря Который Так же Принимается За то Мы Место Обители Назона Во время Изгнания Нельзя Было Не Сказать Зачем Нам Знать Где Жил Изгнанник Сей И Прах Его Влачить С Кладбище На Кладбище Он Жил Он Умер И Вечное Жилище Поэта В памяти Людей Стихи Вельтмана Приводятся В воспоминаниях О Бессарабии И В Страннике Природа Днестра Со стороны Бессарабии Очаровательна Вдоль Всего Берега Тянется Цепь Садов Виноградных И Фруктовых Селения Богаты Но Вообще Не Похоже На Наши Которые Образуя Улицу Суть Зародыши Городов Молдавские Саты Похоже Более На Разбросанные Шатры Табора Сату Деревня Село Татары Называют Сату Торг Тиргу По Молдавски Город Торговое Место Примечание Вельтмана Скрашены Узорами Как на четверть От полу За трубой На печи Обыкновенно Бывает Обитель Старух Слепых Неподвижных Ничего уже Нечающих И Хортов Гончих Собак Которых Молдаване Нежат Как детей И Они Стоят Того Молдаван Отправляясь В стек Берет С собой Хорта И Зайцы Не Попадайся Навстреч Болгарские Селения Иначе Строятся Хотя Столь же Неправильно У них Семьи Не Разделяются Не Разделены И Дома С каждым Поколением С увеличением Семейства Разрастается И дом По Большей Части В прямую Линию Женатые Правнуки Внуки И Сыновья Живут Под Одной Общей Кровлей Своего Патриарха Прадеда Который Бел Как Лунь И Потерял Уже Счет Своим Годам Но Еще Не Лишился Ни Одного Из Своих Чувств Еще Деятельный Работник И Рассказывает О том Что Случилось За Сто Лет Как О Вчерашнем Дне Болгарские Хаты Простее И Пустее Молдаванских Стены Голы Вместо Окон Деревянные Решетки Вместо Лавок Низенькое Возвышение Из Земли Вроде Широкого Дивана Устланное Белым Войлоком Близ Дверей Вроде Столбца Или Ротонды Печь Которые Топятся Из Синей Устья Почти На Земле Тут Под Навесом Трубы Висит Цепь С Крюком Для Котла В Котором Варится Обед Вместо Стола Кружок Или Медный Круглый Поднос На Низеньких Ножках Почтовая Дорога Из Эккермана В Бендеры Идет Степью Через Каушаны Бывший Сарай Хана Буджакского Ныне Ничтожное Местечко Бендеры Пристань На Днестре Существовавшая Уже В начале Третьего Века До Нашей Эры В первом Веке Нашей Эры Тегин Или Тягин В двенадцатом Веке Захвачено Генуэзцами Построившими Цитадель С башнями В шестнадцатом Веке Захвачено Турками Переименовавшими Тегин В Бендер Абаси Я хочу По Бухарестскому Мирному Договору 1812 Года В составе Бессарабии Бендеры Присоединились К России В двадцати пяти верстах от Каушан Крепость Бендеры Она лежит над Днестром В равнине, окруженной Нагорным берегом Это древний Тегин Выше крепости В верстах в трех На Днестре селение Варницы Под Варницей По скату берега Следы лагеря и канцелярии Северного капрала Карла XII Карл XII После поражения В русско-шведской войне Под Полтавой 1709 год Присоединился к туркам Вел с ними переговоры О совместной войне Против России Война окончилась В 1711 году Карл XII Основал шведскую колонию В Бендерах И старался вновь Склонить Турцию К военным действиям Турция требовала Ликвидации колонии Карл XII Не согласился И с пятьюдесятию Воинами Отбивался От отряда Турок И татар После падения Бендер Карл XII С воинами Засел в доме Но строение Загорелось Карл XII Бросился К другому Зданию Но споткнулся Упал И был Взят В плен Не меньший Интерес К этим же Самым Описанным Вельтманом Следам Лагеря И канцелярии Северного Капрала Проявлял Александр Сергеевич Пушкин Бендеры Занимали Внимание Пушкина Свидетельствует Лепранди И конечно Варница Была На первом Плане Хотя Он и Воображал В окрестностях Бендер Найти Следы Могилы Мазепы Причем Пушкин Не только Видел Лагерь Карла 12 Но и Услышал Рассказ О нем От очевидца Украинского Старца Искры Помнившего События Столетней Давности Пушкина По вполне Понятным Причинам Больше всего Интересовал Мазепа Полтава Была Написана В 1828 Году Но В 1821 Году Когда Ее Автор Оказался На месте Пленения Карла 12 Уже Существовал Мазепа Байрона Кстати Заканчивается Пушкинская Полтава Непосредственными Впечатлениями Самого Поэта От Поездки В Бендеры В 1821 Году Здесь Жил Он Гостем У Турок Отсюда Турки Изгнали Своего Гостя Вообще В Нижней Части Бессарабия Или В Буджаке Почти Все Реки Гага Куяльник Сарата И Прочие Текут По Солончакам В Колодцах Вода Также Солона По Всем Рекам И Лощинам Рассеяны Следы Бывших Татар Селений Эти Следы Заметны По Кучам Золы И По Густому Бурьяну Так Что Издали Замечая Темноцветное Пространство Посреди Зелени Замечаешь Что Это Селище По Молдаванскому Произношению Селиште То Есть Место Бывшего Селения Имена Этих Селищ Сохранились В Памяти Жителей Например Селище Акмангыт Мангыт Эдиге Эникитой И Так Далее После Того Как Буджакские Степи Розданы Правительством Для Заселения Вероятно Следы Селищ Уже Стерлись Но Названия Урочищ Долго Сохраняются Проезжая Через Эти Места Поросшие Глухой Высокой Травой Почти Невозможно Выносить Удушливого Запаха Каких-то Особенных Диких Мрачных Растений Напоминающих Бывшую Обитель Человек Селище Обыкновенно Любимый Бульвар Куропаток Во время Вечера Целыми Стадами Слетаются Они На Курганы Золы В обозрении Буджака Кстати Должна Упомянуть И О Четырнадцати Немецких Колониях Населенных По Обе Стороны Куяльника В 1817 Году Как Нетрудно Развести Довольство Посреди Знойной Степи Лишенной Хорошей Воды Но При данных Правительством Средствах К упрочению Этих Поселений Деятельные Переселенцы В Два Три Года Обзавелись Скоро Домами Построенными На Первый Случай Из Земляных Кирпичей Огородами Засеяли Поля Пообставили Загородки Скирдами В Первые Годы Они Поддерживали Себя Заработками У Богатых Царанов Бояр Илия Мазилов Род Шляхты Живущих На Царане То есть На Пахотном Месте Посреди Степи Собственном Или Наемном Царан Значит Владеющий Землею Пахотную Отдельную Хутор Значит Также Временное Жительство В степи Для Пахания Земли Содержания Стада Или Пчел Киш Ло Землянка Приют Степных Чабанов Или Пастухов Без Всякого Сомнения От Татарского Кишлав Зимовья Примечания Вельтмана Беда Вам Если Вы Играете На Каком Нибудь Инструменте И Вас Дослушают Колонисты Возвращаясь С поля Они Обсыплят Вас Умолят Играть И Еще Играть В вальс И Пляшут До Упаду Я Никогда Не Забуду Одного Ганса Который Плясал В присядку По-русски Он Не Требовал Похвалы А Просил Только Не Переставать Играть Бароню В 1819 Году Открылась В Бессарабии В Хатинском Цинуте Уезде Чума Завезенная Из Молдавии По Данному Мне Поручению Усилить Пограничную Цепь Я Проезжал По Реке Пруту И По Границе Австрийской До Днестра В Эту Поездку И во Время Рекогносцировки Верхней Части Бессарабии В том же Году Я Выучил Наизусть Этот Край Древнюю Обитель Бастарнов Или Бессарабии Верхняя Часть Бессарабии Начиная От Верхнего Трояного Вала Представляет Совершенно Другую Уже Природу Это Уже Гористые Места Покрытые Лесами Садами Селениями И Уединенными Монастырями Женскими И Мужскими Посреди Романических Местностей Отрасль Карпатских Гор Тянется От Вершин Реки Прута В Галиции И Проникает Между Днестром И Прутом В Бессарабию По Хатинскому Цинуту В Яском Цинуте Она Сглаживается Между Реками Впадающими В Реут Но В вершине Этой Реки Ниже Города Бельц Она Как будто Возрождается Снова В Отдельной Горе Магура Туман Которая Разветвляется Вдоль Всей Бессарабии Также Возникая В некоторых местах Отдельными Горами Чтобы Сохранить Свою Силу И Крутизну До Моря В верхней части Бессарабии Река Прут Имеет Отлогий Берег А Крутой С Противной Стороны В Молдавии Единообразен И Небогат Населением Но Река Днестр Сохраняет Везде И Крутизны И Частые Села И Сады Богатые Виноградом Сливами Вишнями Черешнями Грушами Абрикосами Не Уступая Даже Степным Местам В Богатстве Баштанов Полей Засеянных Арбузами Дынями Тыквами Турецкими Огурцами И Баклажанами На Днестре Аромат Акаций Песни Ночных Соловьев В Полтора Оршина Стерляди Слишком Сожень Осетры Посреди Плавней Непереводимая Дичь Дикие Гуси Утки Все Роды Шнепов И Куликов Здесь Народ Деятельнее Женщины Прекраснее Но Говоря О красоте Женщин Простого Народа Гористые Здоровые Места Археевского Цинута Должны Славиться Ими Там Цвет Здоровья И Роскошь Форм Орхей Веки Древний Архей По словам Жителей Был На Другом Месте По Кантемиру На Западном Берегу Археевского Озера Но Как Я Слышал Этот Город Ближе К Днестру На Реуте Против Дубоссар И Следовательно Против Главной Переправы Через Днестр Может Быть Здесь Была Ольхеопия Которую Приписывают Местечку Сороки Или Соколы В Верстах Сорока От Архея На Днестре В вершине Береговых Скал Есть Монастырь Городище Этот Монастырь Описан В Страннике И В Рассказе Два Майора Смотря Снизу От реки Кельи Кажутся Норами Птиц Скалы Стоят Стеной Взобравшись Нагору В объезд По Каменистой Крутой Дороге Вы Найдете Там Несколько Домов Принадлежащих К Монастырю Обитель Настоятеля И Сад Настоятель Поведет Вас Через Сад К вершине Скалы Вышина Ужаснет Вас Когда Вы Приблизитесь К обрыву И Станете Спускаться По узенькой Вырубленной Снаружи Лесенки По Положенной Над обрывом Доске Вы Перейдете В старую Церковь И В искусственные Пещеры Вырубленные В камни В последнюю Должна Пролезать Сквозь Узкий Проруб Здесь Хранится Несколько Старых Оружий И Широкое Отверстие Наружу Заделано Толстыми Дубовыми Досками В которых Прорубленные Ружейные Амбразуры Говорят Что Здесь В старину Христиане Скрывались От Татар Возвратившись На Уступ Скалы Составляющий Площадку Вы Помолитесь Богу В новой Церкви Вырубленной Также В камне Посетите Трапезную И Калугерей В их Пещерах С одним Окошком И трубой Выведенной Наружу Скалы Высота Скалы Над Днестром До Ста Сожень Насто От монастыря Сарок, проезжая в Хатин, где также есть готской архитектуры замок, почти во всем хатинском Ценуте вы встретите совсем уже другой мир и подумаете, что какая-то сила внезапно вас перенесла в Малороссию. Хатин в XIII веке — укрепленный замок. В XVII-XVIII веках — турецкая крепость, игравшая значительную роль в войнах Турции с Польшей и Россией. 11 ноября 1673 года польские войска под командованием гетмана Яна Собесского 1629-1696 разгромило под Хатином 65-тысячную турецкую армию Хусейн Паши. Тут живут руснаки, так они сами себя называют, ещероглазые сарматы, родовитые бесы. Готический замок Хатина над самым Днестром, на береговом холме, обнятом лощиной, похож на замок Конвай в Британии. Теперь он составляет уже цитадель крепости. До приобретения Хатина русскими этот город считался сильнейшим во всей Молдавии. Он известен победой Владислава, одержанный над султаном Османом в 1621 году. Польский король Владислав IV Ваза, 1595-1648. В 1674 году турки при Хатине разбиты Яном Собесским, который спас Вену от осады Магометом IV в 1683 году. По трактату Хатинскому, заключенному в 1622 году, Польша приобрела право иметь своих легатов в Константинополе. В это время была основана королем польским в Хатине школа восточных языков, для чего и были выписаны учителя из Константинополя. В этом-то заведении Ян Собесский и его брат Марко, дети Якова Собесского, бывшего Каштеляном Краковским и Уполномоченным послом в Турции в 1621 году, приготовлялись к путешествию на восток. Постигнувшие Польшу перемены были причиной уничтожения этой школы. Из Хатина, проезжая берегом Днестра, гористое местоположение нигде не изменяет красотам природы. Везде утесы, везде звучные серебристые ручьи, пробирающиеся к реке от вершин глубоких, покрытых лесом, Вале, долина Лощина, везде селения в садах, но уже названия селений не кончаются на Шти, не Менчешти, не Телешти, а Рашковцы, Рогатин и другие. Селение Онуты — предел русскому Днестру. Граница с Австрией тянется влево вверх по ручью, потом через высоты, по дороге лесом и снова речкой Ракитной, впадающей в реку Пруд при местечке Новоселицах. Солдаты пограничного австрийского гарнизона молча расхаживают подли пикетов с ружьями в левой руке и с тростью в правой. В пограничных селениях на Мустерплац видны маленькие фронты, слышен барабан и эйнцвей. Австрийские пикеты построены огромными землянками, на которых стены, однако же, забраны толстыми досками в предохранении от сырости. От местечка Новоселиц до местечка Липкан — на нашей стороне от Логии берег, покрытый селениями. Нагорная же сторона Молдавии одета густым лесом. От Липкан до местечка Скулян вниз по Пруту, подъезжая к реке Чугуру, долина Пруцкая перегорожена природной гранитной стеной с гребнем. Но для протока реки она как будто раздвинулась и образовала ворота. Это место называется Костешти. Лежащее подле селение также называется. С нашей стороны в скалах есть пещеры. Извилистая река Прут ежегодно подмывает, особенно весной, на горные берега свои, а в продолжении нескольких лет совершенно изменяет свое русло, извиваясь, как змея в своей широкой долине. Во многих местах перешейки огромных кутов или пространств берега, обвиваемых ею вроде полуострова, не более нескольких сожень, так что каждое наводнение грозит прорывом, и тогда подобный кут с турецкой стороны, со всеми селениями, может отойти к России, а кут с нашей стороны будет отмежован к Турции, без присутствия членов комиссии разграничения земель двух государств. Кажется, что в селении Маршинцах, близ местечка Новоселец, в 1819 году подле дома помещика был огромный сад на берегу реки, В 1821 году оставалась уже половина сада, а в 1825 дом стоял уже над обрывом. Теперь на месте дома, я думаю, протекает уже река, а через несколько лет и весь берег, на котором лежит селение, поступит во владение прудских вод, хотя мутных, но необыкновенно мягких, здоровых и заключающих в себе минеральные частицы. В верхней же части пруда, но не помню где, пруд подмыл в продолжении нескольких лет гору и в 1825 году добрался до самого хребта и перед самым моим приездом отвалил вершину, раскроив пополам находящийся на ней огромный курган. Под самым курганом, на сожень от поверхности протяжного хребта, оскалился длинный ряд гробов, один подле другого. Гробы были сколочены из толстых дубовых досок ящиками, без расширения кверху. Дерево почернело от времени. Археологическое желание порыться в древних гробах не могло быть удовлетворено, ибо ни снизу, ни сверху к ним не было приступу. Несколько верст ниже Костешти. Подобные же следствия есть древнего обвала высокого берега на пространстве нескольких верст. Вся насыпная набережная, от самого утеса обвалившаяся, усеяна курганами, которые называются Сутамужиле. Но это не те сто могил, в которых ищут кладбища скифских царей. В Страннике дается такое описание «ста могил». За Костешскими скалами вершина левого берега реки Прут в верстах в пяти тянется параллельно реке крутым обвалом. От вершины весь скат на несколько верст усеян курганами. Это место называется Сутамужиле «ста могил» или курганов. Неровность места должна бы напоминать сильное землетрясение, страшную битву, но современники их, может быть, несколько уже тысяч лет, как лежат под первым слоем земли, не заботясь о том, что иной живой много бы дал иному древнему мертвецу за рассказы о современных ему событиях. Об этих курганах упоминается в рассказе «Костешские скалы». От местечка Скулян по дороге в Кишинев, почти на половине дороги к почте Резини, перед подъемом на лесистый хребет, который тянется от Могурской высоты, на оконечности выдавшегося от рога на самом пути стоит каменный столб. Тут, на вершине, в изображении герба, с четырех сторон надписи о времени смерти Потемкина. И стихи, сколько мне помнится следующее, «На месте сём он кончил путь средь поль. Вот жизни славная, плачевная юдоль». Потемкин Григорий Александрович, 1739-1791, русский государственный и военный деятель, дипломат, фаворит и ближайший помощник императрицы Екатерины. До 1825 года здесь пролегала почтовая дорога из Ясс через Куляны в Кишинев, и скромный памятник, низвергнутого смертью величия, напоминает каждому проезжему суету-сует и всяческую суету. Но теперь почтовая дорога для объезда хребта отведена на несколько верст ниже, а памятник остался на холме у мрачного подножия крутизны, которую стоило бы назвать тщеславием. Глава третья В исходе 1820 года и в начале 1821 зима в Кишиневе проходила очень весело. Помнится мне, что в этот год не было зимы. Зимние месяцы были похожи на прекрасное сентябрьское время. Не выпало ни одного клока снегу. Наше время проходило на вечерах и балах, часто у наместника, куда собиралась вся знать Кишиневская, а иногда в доме Александра Контакузина и других. В то время в Валахе возникло уже восстание. Валахское восстание под предводительством Тодора Владимиреску началось в январе 1821 года. В мае повстанческая армия вступила в Бухарест, но 27 мая в результате заговора, организованного Александром Ипсиланть, Тодор Владимиреску, заподозренный в измене, был убит. Кишинев в начале 20-х годов, как раз во время пребывания там Вельтмана и Пушкина, стал центром народно-освободительной борьбы дунайских княжеств. В Кишиневе находились вожди греческого восстания, братья Ипсиланти. В Хатине, неподалеку от Кишинева, жила дочь Карагеоргия, легендарного вождя сербского восстания Георгия Черного. Ей посвящено пушкинское стихотворение 1820 года. Стихотворением «Война подъяты, наконец, шумят знамена бранной чести» Пушкин приветствовал восстание в Греции и Валахии. Вельтман описывает эти события в «Воспоминаниях о Бессарабии» 1837 и в «Повести Радой» 1839. В голове его был некто Федор Владимиреско, командовавший во время войны русских с турками отрядом «Пандур». Но целью этого восстания было избавление себя от иго фонариотов, назначаемых в князья Молдавии и Валахии. Фонариоты буквально жители Фонара, квартала в Стамбуле, где находилась резиденция греческого патриарха. В Османской империи греческие аристократы на службе у турецкого правительства. Некоторые из них, и в Силанте, возглавили освободительную борьбу. Покуда порта назначала калимахи господарем Валахии по смерти Александра Суццо, Владимиреско овладел уже всею малую Валахией. Никто не предвидел, чтобы эта искра была началом «Етерии» — товарищества во имя спасения Греции, и имела бы те последствия, которые совершились на глазах наших. Однажды на балу у наместника явилось новое лицо — статный русский кавалерийский генерал. Правая рука его была обшита и подвязана черным платком. Я бы не обратил особенного на него внимания, если бы он не стал танцевать мазурки. «Кто это такой?» — спросил я. «Князь Александр и в Силанте», — отвечали мне. Этим ответом я удовольствовался. Через несколько дней бал у князя Контакузина, и я опять не предвидел, что в толпе беззаботных есть два исторических лица, замышляющих новую будущность Греции. Прислонившись к столику, стоял задумчиво худощавый адъютант. Не помню, познакомили меня с ним или случайно завязался у нас разговор, но мы обменялись несколькими словами. Помню только, что я удивился его худобе. Сжатое его лицо, нос несколько орлиный, голова почти лысая, не более фута в плечах, ноги как флейты в рейтузах с лампасами нисколько не предвещали будущего полководца Греции, Дмитрия и Псиланте. От разговора с ним я был отвлечен несколькими женскими голосами, которые повторяли по-французски «Танцуйте же, князь! Станцуйте, Николай, хотя бы одну фигуру!» Но гвардеец отказывался. С трудом, однако же, уговорили его пройти один только круг. Он уступил просьбам. Прекрасный собою, ловкий мужчина превзошел всех поляков в ловкости танцевать мазурку. «Кто это?» — спросил я у княгини Контакузиной. «Это князь Николай и Псилант. Ах, как он танцует!» Три брата и Псиланте приехали в отпуск. Не прошло нескольких дней, как мы узнали, что все трое, они тайно уехали уже в Молдавию. Вскоре намерения их объяснились. В марте 1821 года князь Александр Ипсиланти издал воззвание к грекам. Я был в то время в Террасполе. Влияние этого воззвания сильно подействовало на греков и в границах России. Из Одессы шли и ехали толпы греков через Террасполь, Бендеры и Кишинев в Молдавию. Везде снабжались они тайно агентами итерии средствами к пути. Они тогда уже пели славную песню новых греков, геевы, дети всей Эллады. С весной границы наши огласились уже оружием боя етеристов с турками. Последовавшее передвижение войск шестого корпуса для подкрепления границ на всякий случай внушало тогда какое-то участие к грекам и желание войны с турками. Я отправлял тогда должность обер-квартермейстера и получил предписание прибыть в Кишинев, несмотря на разлив Днестра. Я отправился ночью, подъехал к карантину Парканскому и видел уже не реку пред собою, но море, и вдали крепость Бендеры, как на острове. Лодки переправы были за наводнением. Убеждение карантинных чиновников переждать ночь не остановило меня. Стоя на почтовой карете, я опустился в плавь. Доехал счастливо до места переправы. Но надо было еще грозить через реку паромщикам, которые были за рекой на островку, образовавшимся из кургана. Они не решались перевозить, но угрозы подействовали. Они приплыли на сплоченных двух лодках, и я переправился на островок, послал в Бендеры за лошадьми и снова вплавь доехал до Нагорного берега. У молодости как будто несколько жизней в запасе. Когда я приехал в Кишинев, это был уже не тот город, который я оставил за два или за три месяца. Народ кишел уже в нем. Вместо 12 тысяч жителей тут было уже до 50 тысяч на пространстве четырех квадратных верст. Он походил уже более на стечение народа на местный праздник, где приезжие поселяются кое-как, целые семьи живут в одной комнате. Но ни один Кишинев наполнился выходцами из Молдавии и Валахии. Население всей Бессарабии, по крайней мере, удвоилось. Кишинев был в это время бассейном князей и вельможных бояр из Константинополя и двух княжеств. В каждом дому, имеющем две-три комнаты, жили переселенцы из великолепных палат Яс и Букареста. Тут был проездом в Италию и господарь Молдавии Михаил Суццо. Тут поселилось семейство его, в котором блистала красотой Ралу Суццо. Тут была фамилия Маврокордато, посреди которой расцветала Мария, последняя представительница на земле классической красоты женщины. Когда я смотрел на нее, мне казалось, что Еллада в виде божественной девы появилась на земле, чтобы вскоре исчезнуть навеки. Прежде было приятно жить в Кишиневе, но прежде были будни перед настоящим временем. Вдруг стало весело даже до утомления. Новые знакомые на каждом шагу, окна даже длинных магазинов обратились в рамы женских головок. Черные глаза этих живых портретов всегда были обращены на вас, с которой бы стороны вы не подошли, так как на портретах была постоянная улыбка. Население всей Бессарабии, по крайней мере, удвоилось. Это были беженцы не только из Валахии, Молдовы, Болгарии, Сербии, Греции, спасавшиеся от турецкого ига, но и русские крестьяне, бежавшие от ига крепостного. Бессарабия и Молдавия ужасно плодородны, жители свободны, отчего здесь пропасть русских, бежавших от господ, отмечал в своем дневнике Лугинин. На каждом шагу загорался разговор о делах греческих. Участие было необыкновенное. Новости разносились как электрическая искра по всему греческому миру Кишинева. Челмы князей и кочулы бояр разъезжали в венских колясках из дома в дом с письмами, полученными из-за границы. Можно было выдумать какую угодно нелепость о победах греков и пустить в ход. Всему верили. Все служило пищей для толков и преувеличений. Однако же, во всяком случае, мнение должно было разделиться надвое. Одни радовались успехам греков, другие проклинали греков, нарушивших тучную жизнь бояр в княжествах. Молдаване вообще желали успеха туркам и порадовались от души, когда фонариотам резали головы, ибо в каждом видели будущих господарей своих. Между тем, в саду выстроилась зала клубная, в которой победа была всегда на стороне военных, а в зале Крупенского открыли театр немецкой труппы актеров, переселившийся из Яс, которая продекламировала нам всего Коцебу, причем не были упущены к удовольствию публики и балеты. Между тем, в Молдавии дела шли очень плохо. У главнокомандующего греческих войск не было войск, у начальника его штаба не было текущих дел. В составляемую и Пселанти гвардию под именем Бессмертного полка шли только алчащие хлеба, но не жаждущие славы. Весь же боевой народ арнауты, пандуры, гайдуки, гайдамаки и толгари нисколько не хотел быть в числе бессмертных и носить высокую мерлушковую кушму-шапку, украшенную адамовой головой. Им не нравилось управление штаба, и гораздо было привольнее в шайках Иордгаки Олимпиота и Тодора Владимиреско, которого цели были совсем иные. Вместо того, чтобы соединиться с Ипселанти, он отвечал ему «Ваша цель совершенно противоположна моей. Вы подняли оружие на освобождение Греции, а я на избавление своих соотечественников от греческих князей. Ваше поле не здесь, а за Дунаем. Вы боритесь с турками, а я буду бороться с злоупотреблениями». Таким образом, Ипселанти был не в своей тарелке. Его маневры против турок не удались, и он принужден был оставить поле чести, предав вечному проклятию бояр Савву Дуку, Василия Парлу, Георгия Мано, Григораша Сутцо, Николая Скуфо и Василия Каравию. Остаток армии ятиристов был преследован турками до переправы с Кулянской через Прут. Здесь был последний бой пред вратами спасения. В это время от ожесточенных турок сбежались толпы жителей Молдавии к переправе. Истощив последние силы, сжатые турками в кучу, ятиристы бросили оружие, побежали к переправе, смешались с переправляющимся народом, но турки ринулись к переправе и воздержались только готовностью нашей батареи, а между тем испуганные беглецы кинулись вплавь через реку, переплывали и тонули, подстреливаемые турками. Почти этим, исключая нескольких битв в оградах монастырей Молдавии и Валахии, кончилась етерия этих княжеств. Не помню, но, кажется, в исходе этого года пронеслись слухи, что едет в Кишинев прославленный уже юный поэт Пушкин. Пушкин приехал в Кишинев в то время, как загорелась греческая война. Александр Сергеевич Пушкин прибыл в Кишинев в сентябре 1820 года, за полгода до начала греческой революции, а уехал в июле 1823 года, то есть почти три года он находился в центре драматических событий. Не помню, но, кажется, что он был во время Скулянского дела, и стихотворение «Война» внушено ему в это время общего голоса, что война с турками неизбежна. Война подъята, наконец, шумят знамена бранной чести, увижу кровь, увижу праздник мести, засвищет вкруг меня губительный свинец. И, наконец, в конце он с нетерпением восклицает, что ж медлит ужас боевой, что ж битва первая еще не закипела. В это время исполнял должность наместника Бессарабии главный попечитель южных колоний России генерал Инзов. Инзов, под чей надзор был отдан ссыльный поэт, считался современниками незаконным сыном Павла I. Происхождение или рождение генерала Инзова, вспоминал Раевский, есть тайна. Но наместник Бессарабии менее всего подходил для роли надзирателя за политическими ссыльными. Он был, пишет тот же Раевский, всегда самый добросовестный человек, мягкосердечный и целомудренный до старости. По доброте его души мы всегда его называли Инзушка. Вскоре узнали мы, что под его кровом живет Пушкин. Наконец Пушкин явился в обществе кишиневском. Здесь не пропущу я следующее, касающееся до тогдашнего моего самолюбия. В Кишинев русская поэзия еще не доходила. Правда, там за несколько лет до меня жил Батюшков. Это ошибка. Батюшков никогда не бывал в Кишиневе, но в 1815 году жил в Каменец-Подольском, где стоял под начальством Бахметьева, который в то время управлял Бессарабией. Примечание Майкова. Но круг военных русских его времени переменился. С переменой лиц и память об нем опять исчезла. При том же он пел в тишине, и звуки его не раздавались на берегах быка. После него первый юноша со склонностью плести рифмы был я. Хотя эта склонность зародилась еще на 12-м году в молельной комнате Московского университетского благородного пансиона, и потом воспаленная песнью Жуковского «Восстание русских воинов», породившую трагикомедию «Изгнание французов из Москвы» была самая жалкая, но я между товарищами носил имя Кишиневского поэта. Причиной этому названию были стихи на Кишиневский сад, в которых я воспел всех посещающих оной, профонически подражая воспеванию героев русских. Вельтман вспоминает свое стихотворение «Простите коль моей нестройной лиры глаз» — сатирический групповой портрет Кишиневской «Знать». Эти стихи Вельтмана пользовались большой популярностью, переписывались и заучивались наизусть, так что ко времени приезда Пушкина за ним действительно закрепилась слава Кишиневского поэта. Не стыдясь, однако, пеленок своих, я осознаюсь, что если чудные звуки Жуковского породили во мне любовь к поэзии, то приезд Пушкина в Кишинев породил чувство ревности к музе. Но все мое поприще ограничивалось письмами. По какой-то непреодолимой страсти я не мог написать всего письма в прозе, непременно, нечувствительно прокрадывались в него рифмы. Да еще я начинал писать какую-то огромную книгу в стихах и прозе, заглавия не помню, кажется, «Этеон и Лаида», что-то вроде поэмы из крестовых походов, только действия на Ниле. Встречая Пушкина в обществе и у товарищей, я никак не умел с ним сблизиться. Для других в обществе он мог казаться ровен, но для меня он казался недоступен. Я даже удалялся от него, и сколько я могу понять теперь тайное, безотчетное для меня тогда чувство, я боялся, чтобы кто-нибудь из товарищей не сказал ему при мне Пушкин, вот и он пописывает у нас стишки. Слава Пушкина в Кишиневе гремела только в кругу русских. Молдавский образованный класс знал только, что поэт есть такой человек, который пишет поэзии. Пушкин, заметнее других носящих фраг, был только потому, что принадлежал, по их мнению, к свите наместника. В обществе же женщин, шитый мундир, статность, красота играли значительнее роль, нежели слава, приобретенная гусиным пером. Однако ж, живым нравом и остротой ума Пушкин вскоре покорил и внимание молдавского общества. Все оригинально странное не ушло от его колючих эпиграмм, несмотря на то, что он их бросал в разговоры как будто только по одной привычке. Память молодежи их ловила на лету и носилась с ними по городу. Отец Пульхерии, некогда стоявший с чубуком в руках на запятках будки, коляски, ясского господаря Мурузи, но потом владетель больших имений в Бессарабии, председатель палаты и откупщик всего края, во время Пушкина жил открыто. Ему нужен был зять русский, сильная рука которого поддержала бы предвидимую несостоятельность по откупам. Варфоломея Кириллович Кириак и Ордаки, 1764-1842, член Верховного Совета Бессарабии, генеральный откупщик Бессарабской области, коллежский асессор. Горчаков вспоминал. Жил в то время в Кишиневе известный своим гостеприимством Егор Кириллович Варфоломей, который, как говорится, жил открытым домом, был богат или казался богатым, состоял на службе и был членом Верховного Совета. Все это вместе взятое давало ему право на так называемое положение в свете. Знаем и помним, что гостеприимство Егора Кирилловича и радушие жены его, Марьи Дмитриевны, постоянно сближало с ним многих. Мы с Пушкиным были постоянными их посетителями. При этом Горчаков не упоминает лишь об одной причине их сближения с домом Бессарабского откупщика — о пульхерице. А причина такого умолчания становится ясна из воспоминания Вельтмана. Горчаков был в числе неудачных соискателей сердца пульхерицы. В рассказе Илья Ларин есть такой диалог. А помнишь молдаванского боярина, что дом вверх ногами построил, что дочка пульхеренька, пупочка, где она? Помню. Вышла замуж. Ах, малявочка! А помнишь, по ней сходил с ума Владимир Петрович? Да Пушкин! Помнишь, он стихи ей писал. В 1824 году Варфоломей окончательно разорился, был снят со всех должностей и лишился своего великолепного Кишиневского дома. Но его дочь пульхерица в 1835 году все-таки благополучно вышла замуж за греческого консула Константина Мано. Предчувствуя сбирающуюся над ним грозу, он пристроил к небольшому дому огромную залу, разрисовал ее как трактир и стал давать балы за балами, вечера за вечерами. Свернув под себя ноги на диване, как паша сидел он с чубуком в руках и встречал своих гостей приветливым пуфтим, просим. Его жена Марья Дмитриевна была во всей форме русская, говорливая, гостеприимная помещица. Пульхерица была полная, круглая, свежая девушка. Она любила говорить более улыбкой, но это не была улыбка кокетства, нет, это просто была улыбка здорового, беззаботного сердца. Никто не припомнит из знавших ее в продолжении нескольких лет, что она на кого-нибудь взглянула особенно. Казалось, чтоб каждый, кто бы он ни был и каков бы ни был, для нее был не более как человек с головой, с руками и с ногами. На балах со всеми кавалерами она с одинаковым удовольствием танцевала, всех одинаково любила слушать, и Пушкину, так же, как и всякому, кто умел ее рассмешить или польстить ее самолюбию, она отвечала по-французски. Ах, какой вы, мсье, Пушкин! Пушкин особенно ценил ее простодушную красоту и безответное сердце, не ведавшее никогда ни желаний, ни зависти. Но Пульхерица была необъяснимый феномен в природе. Стоит, чтоб сказать мои сомнения насчет ее. Многие искали ее руки. Отец и мать изъявляли согласие. Но едва желающий быть нареченным приступал к исканию сердца, все вступления к объяснению чувств и желаний Пульхерица прерывала французским. Ах, какой вы! Все-то вы шутите! И все отступались от исканий. Сердца ее никто не находил. Может быть, его и не было, или, по крайней мере, оно было на правой стороне, как у анатомированного в Москве солдат. Когда по делам своим отец ее предвидел худую будущность, он принужден был влюбиться вместо дочери в одного из моих товарищей. Но товарищ мой не прельщался несколькими стами тысяч приданого и поместьями бояр. — Мсье Горчаков, — говорил ему Варфоломей, — вы можете положиться на мою любовь и уважение к вам. — Помилуйте, я очень ценю вашу привязанность, но мне не с вами жить. Поверьте мне, что она вас любит, — говорил Варфоломей. Но товарищ мой не верил клятвам отцовским. Смотря на пульхерию, которой по наружности было около восемнадцати лет, я несколько раз покушался думать, что она есть совершеннейшее произведение не природы, а искусства. Отчего, — думал я, — у Варфоломея только одна дочь, тогда как и он и жена еще довольно молоды. Все движения, которые она делала, могли быть механическими движениями автомата. Не автомат ли она? И я присматривался к ее походке. В походке было что-то странное, чего и выразить нельзя. Я присматривался на глаза. Прекрасный спокойный взор двигался вместе с головой. Ее лицо и руки так были изящны, что мне казались они натянутую лайкой. Но пульхерия говорит. Говорил и Альбертов андроид с медным лбом. Я обращал внимание на ее разговоры. Она все слушала кавалера своего, улыбалась на его слова и произносила только по-французски. «Что вы говорите? Ах, какой вы!» И иногда «Все-то вы шутите». Голос ее был протяжен, в произношении что-то особенное и необъяснимое. «Неужели это новая Галатея?» — думал я. Но последний опыт так убедил меня, что пульхерия не существо, а вещество, что я до сих пор верю в возможность моего предположения. Я замечал, ест ли она, поверит ли мне кто-нибудь, она не ела. Она не садилась за большой ужин, ходила вокруг столиков, расставленных вокруг залы, за которыми располагались гости, по произволу кадрилями. Обращаясь то к тому, то к другому, она повторяла по-французски. «Почему вы не кушаете?» И если кто-нибудь отвечал, что он устал и не может есть, она говорила «Ах, какой вы!» и отходила. Пульхерия не существо, — думал я. Но каким же образом ее отец? Сам ли гений механического искусства или приобретший за деньги механическую дочь, хлопочет, чтобы выдать ее замуж? И тут находил я оправдание своего предположения. Ему нужно утвердить за дочерью большую часть богатства, чтобы избежать от бедствий несостоятельности, которую он предвидел уже по худому ходу откупов. Зятю же своему он запер бы уста золотом. При том же, кто бы решился рассказывать, что он женился на произведении механизма. Странно, однако, что никто не женился на Пульхерии. Спустя восемь лет я приезжал в Кишинев и видел вечную невесту в саду кишиневском. Она была почти та же, механизм не испортился, только лицо немного поистерлось. Пушкин часто бывал у Варфоломея. Добрая таинственная девушка ему нравилась. Нравилось и гостеприимство хозяев. Пушкин посвятил несколько стихов Пульхерицы, которые я, однако же, не припомню. Происходя из арабской фамилии, в нраве Пушкина отзывалось восточное происхождение. В нем проявлялся навык отцов его к независимости, в его приемах воинственность и бесстрашие, в отношениях справедливость, в чувствах страсть благоразумная, без восторгов и чувство мести всему, что отступало от природы и справедливости. Эпиграмма была его кинжалом. Он не щадил ни врагов правоты, ни врагов собственных, поражал их прямо в сердце, не щадил и всегда готов был отвечать за удары свои. Я уже сказал, что Пушкин по приезде жил в доме наместника. Кажется, в 1822 году было сильное землетрясение в Кишиневе. Стены дома треснули, раздались в нескольких местах. Генерал Инзов принужден был выехать из дома, но Пушкин остался в нижнем этаже. Тогда в Пушкине было еще несколько странностей, быть может, неизбежных спутников гениальной молодости. Он носил ногти длиннее ногтей китайских ученых. Пробуждаясь от сна, он сидел голый в постели и стрелял из пистолета в стену. Но уединение посреди развалин наскучило ему, и он переехал жить к Алексееву. Утро посвящал он вдохновенной прогулке за город с карандашом и листом бумаги. По возвращении лист весь был исписан стихами, но из этого разбросанного жемчуга он выбирал только крупный, не более десяти жемчужин. Из них-то составлялись роскошные нити событий в поэмах — «Кавказский пленник», «Разбойники», «Начало Онегина» и мелкие произведения, напечатанные и ненапечатанные. Во время этих-то прогулок он писал к Овидию и сказал, «Но если обо мне потомок поздний мой, узнав, придет искать в стране сей отдаленной, близ праха славного мой след уединенный, брегов забвений оставя хладну сень, к нему слетит моя признательная тень, и будет мило мне его воспоминание». «Здесь лиры северной пустыни оглашая, скитался я в те дни, как на бригадуная, великодушный грек свободу вызывал, и ни единый друг мне в мире не внимал, но не унизил в век измены беззаконной ни гордой совести, ни лиры непреклонной». Вероятно, никто не имеет такого полного сборника всех сочинений Пушкина, как Алексеев. Разумеется, многие не могут быть изданы по отношениям. Чаще всего я видал Пушкина у Лепранди, человека вполне оригинального по острому уму и жизни. Существующие воспоминания Лепранди существенно дополняют это сообщение, тем более, что в них упоминается Вельтман. Все офицеры генерального штаба того времени, вспоминал Лепранди в 1866 году, составляли как бы одно общество, конечно, с подразделениями, иногда довольно резкими. С одними Пушкин был неразлучен на танцевальных вечерах, с другими любил покутить и поиграть в карты, с иными был просто знаком, встречая их в тех или других местах, но не сближался с ними, как с первыми, по несочувствию их к тем забавам, которые одушевляли первых. Наконец, он умел среди всех отличить Вельтмана, любимого и уважаемого всеми оттенками. Хотя он и не принимал живого участия ни в игре в карты, ни в кутеже, и не был страстным охотником до танцевальных вечеров у Варфоломея, но он один из немногих, который мог доставить пищу уму и любознательности Пушкина, а потому беседы с ним были иного рода. На это свидетельство Лепранди есть, в свою очередь, уточнение Горчакова. Воспоминания кишиневских друзей Пушкина тем и уникальны, что они корректируют друг друга, который добавлял, В первоначальный период пребывания Пушкина в Кишиневе Вельтман, посвойственной ему исключительной самобытности, не только не сближался, но даже до некоторой степени избегал сближения с Пушкиным. Сам Вельтман вспоминал о том же. Я боялся не только говорить, но даже быть вместе с Пушкиным. К нему собиралась вся военная молодежь, в кругу которой жил более Пушкин. Живая веселая беседа, экарте, карточный термин, и иногда для разнообразия направо и налево, чтоб сквитать выигрыш, иногда забавы были ученого рода. В Кишинев приехал известный физик Стойкович. На короткое время приезжал Стойкович, пишет Лепранди, профессор Харьковского университета. Он был серб, но виделся с Пушкиным раза два и очень ему не понравился. Узнав, что он будет обедать в одном доме, куда были приглашены Лепранди и Раевский, они сговорились поставить в тупик физика. Перед обедом из первой попавшейся физики заучили они все значительные термины, набрались глубоких сведений и явились невинными за стол. Из подволь склонили они разговор о предметах, касающихся физики, заспорили между собой, вовлекли в спор Стойковича и вдруг нахлынули на него с вопросами и смутили физика, не ожидавшего таких познаний в военных. Читателям Евгения Онегина известна фамилия Ларин. Ларин родня Илье Ларину, походному пьяному шуту, который потешал нас в Кишиневе. Смотрите рассказ Вельтмана Илья Ларин. Отставной унтер-цейк-вахтер Илья Ларин, подобно Кохрену, был ходок-бродяга и исходил всю Россию кругом не по страсти путешествовать, но по страсти к разнообразию для снискания пищи и особенно питья между военной молодежью. Не имея ровно ничего, он не хотел быть нищим, но хотел быть везде гостем. Прибыв пешком в какой-нибудь город, он узнавал имена офицеров и, внезапно, входя в двери с дубиной в руках, протягивал первому руку и говорил громогласно «Здравствуй, малявка! Ну, братец, как ты поживаешь?» «Ха-ха, суконка, узнал ли ты Ларина, всесветного барина?» Подобное явление, разумеется, производило хохот, а Ларин, между тем, без церемоний садился, пил и ел все, что только стояло на столе, и, вмешиваясь в разговор, всех смешил самым серьезным образом. Покуда странность его была новостью, он жил в обществе офицеров, переходя гостить от одного к другому. Но когда начинали уже ездить на нем верхом и не обращали внимания на его хозяйские требования, он вдруг исчезал из города и шел далее незваным гостем. Ларин явился в Кишинев во время Пушкина как будто для того, чтобы избавить его от затруднения выдумывать фамилию для одного из лиц Евгения Онегина. Чья голова невидимо теплится перед истиной, тот редко проходит через толпу мирно. Раздраженный неуважением людей к своему божеству, как человек он также забывается, грозно осуждает чужие поступки и, как древний диар, заступается за правоту своего приговора. На поле дело решается божьим судом. В верстах вдвух от Кишинева на запад есть урочище посреди холмов, называемое «малиной», только не от русского слова «малина». Здесь городские виноградные и фруктовые сады. Это место как будто посвящено обычаям полю. Подъехав к саду, лежащему в вершине лощины, противники восходят на гору, по избивающиеся между виноградными кустами тропинки, на лугу под сенью яблонь и шелковиц. Близ дубовой рощицы стряпчие вымеряют поле, осматривают, не заколдовано ли оружие, изготовляют их, а между тем подсудимые сбрасывают с себя платья и становятся на место. Осматривают, не заколдовано ли оружие, изготовляют их. Эта фраза отсутствует в последней публикации «Воспоминания о Бессарабии» Вельтмана. Пушкин в «Воспоминаниях современников», том 1, Москва, 1985 год, страница 294. Здесь два раза поливал и Пушкин, но, к счастью, дело не доходило даже до первой крови, и после первых выстрелов его противники предлагали мир, а он принимал его. Я не был стряпчим, но был свидетелем издали одного поля, и признаюсь, что Пушкин не боялся пули точно так же, как и жало критики. В то время как в него целили, казалось, что он, улыбаясь сатирически и смотря на дуло, замышлял злую эпиграмму на стрельца и на промах. Пушкин так был пылок и раздражителен от каждого неприятного слова, так дорожил чистотой мнения о себе, что однажды в обществе одна дама, не поняв его шутки, сказала ему дерзость. «Вы должны отвечать за дерзость жены своей», — сказал он ее мужу. Но бояр равнодушно объяснил, что он не отвечает за поступки жены своей. «Так я вас заставлю знать честь и отвечать за нее», — вскричал Пушкин, и неприятность, сделанная Пушкину женой, отозвалась на мужа. Этим все и заключилось. Только с тех пор долго бояре дичились Пушкина. Но время скоро излечило рожу на лице Тодора Балша, и он теперь заседает в диване князя Молдавии. Я полагаю, что поэма «Разбойники» внушена Пушкину взглядом на толгаря Урсула, толгарь-разбойник, Урсул-медведь. Это был начальник шайки, составившейся из разного сброда военолюбивых людей, служивших етерии молдавской и перебравшихся в Бессарабию от преследования турок после скулянского дела. В Молдавии и вообще в Турции разбойники разъезжают отрядами по деревням, берут дань, пируют в корчмах, и их никто не трогает. Урсул с несколькими из отважных ограбил на дороге от Бендер к Кишиневу купца. Вздумали пировать в корчме при въезде в город. В то время еще никто не удивлялся, видя несколько вооруженных с ног до головы арнаутов. Но ограбленный Урсулом прибежал в Кишинев и, заметив разбойников в корчме, закричал «Толгарь! Толгарь!» Народ сбежался. Письменная почта была подли. Почмейстер Алексеев, отставной храбрый полковник Гусарский, собрал команду почтальонов и бросился с ними к корчме, дав знать между тем жандармскому командиру. Урсул с товарищами, видя себя окруженным, вскочив на коней, понеслись во весь опор через город. Только крики «Толгарь! Толгарь!» успевали их преследовать по улицам. Народ заграждал им путь, но выстрелами прокладывали они себе дорогу вперед. Однако же выбрали плохой путь. Через Булгарию, улицу Булгарскую, булгары осыпали их и принудили своротить в сторону к огородам. Огороды лежали на равнине по берегу быка. Принадлежа разным владельцам, все пространство было в загородях. Лихие кони разбойников перелетали через плетни, но загородок было много, а толпы булгар преследовали их бегом и догоняли. Постепенно утомленные кони падали с отважными седоками, и булгары, как пчелы, осыпали их и перевязывали. На окованного Урсула съезжался смотреть весь город. Это был образец зверства и ожесточения. Когда его наказали, он не давался лечить себя, лежал осыпанный червями, но не охал. Я уверен, что Урсул подал Пушкину мысль написать картину разбойников, в которой он подражал рассказу Байрона в шильонском узнике, только привычным своим размером. Точно так же и кочующие цыгане по Бессарабии подали мысль написать Пушкину картину цыган. Хотя это несчастное племя Ром, истинные потомки плебеев римских, изгнанные илоты, там не столь милы, как в поэме Пушкина. Ром так называют себя цыгане. Если вы спросите у цыгана, кто он, цыган будет отвечать. Романе Гове, сын Рима, римлянин. Цыгане суть действительно племя первобытных римлян. Примечание Вельтмана Изгнанные илоты Илоты — земледельцы древней Спарты. В публикации воспоминаний о Бессарабии Александр Сергеевич Пушкин в «Воспоминаниях современник» в том 1 Москва, 1985 год, стр. 296, допущена досадная ошибка. Вместо илоты напечатаны плоты, что в контексте выглядит нелепицей. Изгнанные плоты там не столь милы, как в поэме Пушкина. Говоря о цыганах бессарабских и молдавских, должно упомянуть, что они издавна составляют собственность рабов боярских, между тем как молдаване — народ вольный, зависящий только от земли. В Бессарабии есть несколько деревень, землянок цыганских. По большей части они живут на краях селений в землянках, платят владетелю червонец с семьи и отправляются табором кочевать по Бессарабии на заработки. Они или кавачи, или певцы-музыканты. Скрипица и кобза — два инструмента их. Лошадиной меной там они не занимаются. Почти каждая деревня Бессарабии нанимает постоянно двух или несколько цыган-музыкантов для джоков — хороводной пляски — по воскресеньям и во время свадеб. Почти каждый бояр также содержит у себя несколько человек-музыкантов. В дополнение вся почти дворня каждого бояра состоит из одних цыган — повара и служанки из цыган. Служанки в лучших домах ходят босиком повара, чернее вымазанных смолой чумаков, и если вы сильно будете брезгливы, то не смотрите, как готовится обед в кухне, которое похоже на отделение ада. Это страшно. Их кормят одной мамалыгой или мукой кукурузную, сваренной в котле густо, как саламата. Ком мамалыги вываливают на грязный стол, разрезают на части и раздают. Кто опоздал взять свою часть, тот имеет право голодать до вечера. По праздникам прибавляют к обеду их гнилой бринзы, творог овечий. Зато не нужно мыть тарелок во время обедов боярских. Эти несчастные оближут их чисто-начисто. Я не говорю, чтоб это было так везде, но так по большей части. По одному, по нескольким примерам я бы даже не упомянул об этом, но это просто обычаи в Бессарабии, в Молдавии, в Валахии, во всяком доме, где огромная дворня цыган составляет прислугу. Страсть к наружному великолепию и вместе отвратительная неопрятность кухни невозможно достаточно сблизить в воображении. Войдите в великолепный дом, который не стыдно было бы перенести на площадь какой угодно из европейских столиц. Вы пройдете переднюю полную арнаутов. Перед вами приподнимут полость сукна, составляющую занавеску дверей, пройдете часто огромную залу, в которой можно сделать развод. Перед вами вправо и влево поднимут опять какую-нибудь красную суконную занавесь, и вы вступите в диванную. Тут застанете вы или хозяйку, разряженную по моде европейской, но сверх платье в какой-нибудь коцовейке, фер-мале, без рукавов, шитой золотом, или застанете хозяина, про которого невольно скажете, он важен, важен, очень важен, усы в три дюйма и седа, его в два локтя борода, янтарь воршин, чубук в пять сажен, он важен, важен, очень важен. Стихи Вельтмана из Странника. Вас сажают на диван. Арнаут в какой-нибудь лиловой бархатной одежде, в кованой из серебра позолоченной броне, в челме из богатой турецкой шали, перепоясанной такой же турецкой шалью, за поясом ятаган, на руку наброшен кисейный, шитый золотом платок, которым он, раскуривая трубку, обтирает драгоценный мунштук. Подает вам чубук и ставит на пол под трубку медное блюдечко. В то же время босая неопрятная цыганочка с флокоченными волосами подает на подносе дульчец и воду в стакане. А потом опять пышный Арнаут или нищая цыганка подносит каву в крошечной фарфоровой чашечке без ручки, подле которой на подносе стоит чашечка серебряная, в которую вставляется чашечка с кофе и подается вам. Турецкий кофе, смолотый и стертый в пыль, сваренный крепко, подается без отстоя. Между девами-цыганками, живущими в доме, можно найти земферску или земфиру, которую воспел Пушкин и которая, в свою очередь, поет молдавскую песню «Ардыма, фрыджима, на карбуне пунема, жги меня, жарь меня, на уголье клади меня». Но посреди таборов нет земфиры. Я сказал уже, что я боялся не только говорить, но даже быть вместе с Пушкиным. Но странный случай свел нас. Заспорив однажды с кем-то, что фамилия Таушев, произносящаяся «У» с краткой, должна и писаться правильно с краткой, ибо письмо не должно изменять произношению, я доказывал, что должно ввести в употребление «У» с краткой, и привел на обум следующее четыре стиха. Жуковский, Батюшков и Пушкин, Парнаса русского певцы, Пафнутьев, Таушев и Солепушкин, шестого корпуса песцы. «Наду» не должно быть краткой. «И» — лишнее в стихе. «Должно сказать, Пафнутьев, Таушев, Солепушкин!» — кричали все. Я из себя выходил, доказывая, что если в произношении «У» краткое, то «И» должно быть. В это время вошел Пушкин. Ему объяснили спор. Он был против меня, и тщетно я уверял, что «У» в фамилии Таушев то же, что краткое «И», и что следовательно в стихе «Пафнутьев, Таушев и Солепушкин» — «И» необходима. Ничто не помогло. Пушкин не хотел знать «У» с краткой. Вскоре Пушкин, узнав, что я тоже подписываю стишки и сочиняю молдавскую сказку в стихах под заглавием «Янг Чебан, пастух Янг», навестил меня и просил, чтобы я прочитал ему что-нибудь из Янка. Три песни этой нелепой поэмы Буффы были уже написаны. Зардевшись от головы до пяток, я не мог отказать поэту и стал читать. Пушкин хохотал от души над некоторыми местами описаний моего Янка, великаны и дурня, которые, обрадовавшись, так рос, что вскоре не стало места в хате отцу и матери, и младенец, преломив ручонкой стену, вылупился из хаты, как из яйца. Через несколько дней я отправился из Кишинева и не видел уже Пушкина до 1831 года. Он посетил Странника уже в Москве. «Я непременно буду писать о Страннике», — сказал он мне. В последующие свидания он всегда напоминал мне об этом намерении. Обстоятельства заставили его забыть об этом, но я дорого ценю это намерение. Молдавская сказка Вельтмана Янка Чабан, два отрывка из которой включены в Странник. В библиотеке Пушкина сохранилась вторая и третья части Странника с надписью автора Александру Сергеевичу Пушкину «Вельтман». Без ведома Пушкина в литературной газете 1831 год номер 30 была опубликована отрицательная рецензия на повести Вельтмана «Беглец и Странник». «Я сейчас увидел в литературной газете», — писал об этой публикации Пушкин на Щекину, «разбор Вельтмана, очень неблагосклонный и несправедливый. Чтоб не подумал он, что я тут как-нибудь вмешался. Дело в том, что и я виноват. Поленился исполнить обещанное. Не написал сам разбора. Но некогда было». Это письмо датировано 1 июня 1831 года, а чуть раньше, 8 мая 1831 года, он писал хитрово. «Посылаю вам, сударыня Странника, которого вы у меня просили. В этой немного вычурной болтовне чувствуется настоящий талант. Самое замечательное, что автору уже 35 лет, а это его первое произведение». «Пора нам перестать говорить друг другу вы», — сказал он мне, когда я просил его в собрании показать жену свою. И я в первый раз сказал ему, — Пушкин, ты поэт, а жена твоя — воплощенная поэзия. Это не была фраза обдуманная. Этими словами невольно только высказалось сознание умственной и земной красоты. Теперь где тот, который так таинственно, так скрытно даже для меня пособил развертываться силам остепенившегося Странника?